Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о малине, ягода, которая любима нами, что с ней делать сейчас в эту осеннюю пору, когда мы готовимся к зиме. Все сорта малины, как и сейчас, в настоящее время, поделяются на сорта летнего плодоношения, которые дают урожай летом, где-то июль-август месяц, и сорта многократного плодоношения, то есть ремонтантные, которые в зависимости от сорта плодят с июля и до самых морозов. Так вот, каждая из этих группы сортов имеет свои особенности. Давайте будем разбираться вместе. Когда-то мы знали одну малину, малину летнего срока плодоношения. Она отплодоносила, приходила осень. Что мы делаем при такой малине? Если у нас малина плодоносит однократно, сортов моря, их можно приобрести любые, у этих сортов тоже есть свои плюсы, потому что ягоды их более ароматные, чем ремонтантных сортов. Это не надо скрывать. То есть вкусовое качество летней малины гораздо вкуснее, чем этой ремонтантной. Ну, значит, ветка живет два года. Малины, тоже так же вежевики, отплодила эта ветка. Мы отплодил нашу ветку, вырезаем до основания земли, удаляем полностью. Если мы это не сделаем, значит, в этих ветках малины, которые плодоносили, их ведутся болезни, их ведутся вредители. А если мы удаляем, эти ветки мы удалили, взяли там, сожгли или закопали в землю, это смотря как у вас что получается, значит, мы удалили, как бы, всю инфекционный фон. Наша малина будет здоровая. Ну, и вот ветки обрезали до земли, а те молодые ветки, которые у нас выросли, хорошие, крупные, значит, мы можем просто-напросто, где-то сантиметра 5-10, укоротить верхушку. Украшиваем верхушку, секатором отрезали. Что нам это дает? Значит, оставшийся побег малины лучше вызрывает. Ластров лучше вызрывает, значит, побег будет лучше сохраняться зимой, лучше принесет зиму. Конечно, есть малины очень высокие, где-то по 2 метра, по 2,5 метра. Ну, некоторые садоводы, что делают? Эту малину просто-напросто пригибают к земле. Ну, эту работу необходимо делать, пока стоят плюсовые температуры, и побегают, такие хрупкие, прижимают к земле, чем-то фиксируют для того, чтобы они не поднимались. В таком положении они зимуют. Ну, также в наших условиях средней полосы Белоруссии необходимости в таком укрытии и прикрытии малины нет. У нас малина хорошо перезимует, как бы без укрытия. А вот здесь морозы, ее надо прикрывать. Ну, самое важное, конечно, ветки ветками. Ну, у малины корневая система находится на поверхности почвы, у любой малины. Поэтому самое главное – уцеплить корневую систему. Поэтому малину обязательно мульчируем. Мульчируем мы можем соломой, можем опилками, можем торфом. Любой из этих материалов подойдет для мульчирования нашей малины. Потому что, если этого не сделать, наша малина зимой просто-напросто может вымерзнуть. Ну, теперь поговорим о другой группе сортов – ремонтантных. Ремонтантные сорта имеют ту особенность, что их растет побег, и в первый же год он дает ягоды. Ягоды хорошие, крупные и растянутые период плодоношения. Они долго, их можно потреблять в свежем виде. Это вы уже заметили, если вырастет такую малину. Так вот, не все знают, что и ремонтантные сорта бывают разные. Они бывают ранние, средние и поздние. И для каждой зоны надо подбирать свои сорта. Если это в теплых регионах, значит, там разницы нет, в какой сорт. А вот даже в условиях Белоруссии лучше подходят для посадки ранние и средние сорта. Поздние даже у нас не каждый год могут вырасти и дать урожай. Но если более северные, уже север Белоруссии, еще более северные регионы, значит, там придется о ремонтантных свойствах их забыть. Почему? Потому что многие сорта малины, там начинают давать первый урожай только в августе месяце. В августе, сентябрь начинают холодать, и как плодоношение заканчивается. Поэтому в тех условиях, более суровых, чем наши белорусские условия, я бы посоветовал, чтобы ремонтантную малину выращивать, как нашу летнюю малину. Отплодила она, отрезали только верхушечки плодоносящие, отрезали, и в таком виде она остается. На следующий год на оставшуюся части она будет плодить. То есть она будет плодить так же, как и наша летняя малина. Но плантацию мы разделим на две части. Потому что, если у вас малина дает хороший урожай, первый же год, значит, что мы делаем? А самое простое, ее на зиму надо обязательно обрезать. Как осуществляется обрезка ремонтантной малины? Отступаем от земли 10-12 сантиметров и срезаем. Вот можно срезать и до уровня земли. Я бы не советовал до уровня земли срезать. Эту работу лучше отложить на вес. Ну почему? Потому что малина может подмерзнуть. Если мы не ставим пенечки, она может подмерзнуть до самого уровня земли. И весной будет отрастать гораздо хуже. И обязательно что надо сделать? Для того, чтобы ремонтантная малина дала хороший урожай, мы обязательно засыпаем перегноем. Обрезали, и весь отродочек малиновый засыпаем перегноем. Это придаст питание. И обеспечит нас более крупными ягодами в следующем году. Засыпали перегноем, и наша малина в таком виде зимует. Ну как бы, и прикрыт перегноем, и она будет очень хорошо сохраняться. Ну а весной останется единственная, какую работу сделать по этой малине, которая у нас уже ремонтантная, унормировать количество побегов. Потому что разных сортов могут вылезти от 2-4 до 15 побегов. Все тонкие, слабые, сразу же дожалостно, как можно ниже секатором вырезаем. Оставляем самые крепкие, где-то 6-8 веток на кусте вполне достаточно, чтобы иметь хороший урожай. Ну конечно, если выставляете, чем больше веток, если выставляете, значит, учтите, что растение надо обеспечить хорошим питанием. То есть подкармливать органическими удобрениями. Ну можно в небольших дозах использовать любые минеральные сложные удобрения, которые лучше вносить, конечно, в жидком виде. В сухом виде, как бы, они пока растворятся, малины корни слабоватые, вот такие меленькие, они лучше усваивают жидкие подкормки. Не забывайте об этом. Так что еще раз резюмируя все сказанное, повторяю, что малины, которые плодоносят однократно, мы образуем только верхушечки 5-10 сантиметров и вырезаем все от плодоносившие побеги. А малина, которая имеет ремонтантные свойства, значит, в наших условиях, в Белоруссии, мы ее срезаем, оставляя пенек 10-12 сантиметров, не больше, вот, и окончательно обрезаем весной, в апреле месяце, вот, в более северных регионах мы срезаем только от плодоносившую часть. То, что от плодоносила, срезаем, но для того, чтобы продлить срок потребления этой малины, мы можем части срезать от плодоносившую часть, а часть срезать, как по нашему белорусскому варианту, 10-12 сантиметров от земли. Вам будет растянутый период плодоношения, и хорошая ароматная ягода будет на вашем столе. Воспользуйтесь нашими советами, подписывайтесь, до свидания.